А вот, например, такой источник, как форум «Говорим про ЕС» вы и так не штудировали? Да, штудировал, штудировал, но не насчет мобильных телефонов. Я этим еще не заморачивался. Там большая группа людей из Лос-Анджелеса, там масса народа, которые уже все эти вещи прошли неоднократно. В этом прелесть форума «Говорим про ЕС», в любом регионе ты имеешь кучу народу, которые уже всех вот этих вот блох повылавливали, маленьких. Я на «Говорим про ЕС» больше сидел и штудировал про налоги. Вот мне это было интересно, как налоговая, как заполняется все это дело, как это все работает. А сейчас все изменится и будет по-другому. Вот сейчас глядишь там еще месячишки-другой, а может и раньше, как возьмут все и переделают налоги. Будем смотреть, как дальше будет. Ну, мне интересовал не тот вопрос, как я буду платить налоги, а мне интересовал вопрос, если у меня есть и с другой стороны страны дополнительные доходы, которые мне приходят, как мне их указывать в налоговой декларации, вот эти вот моменты мне интересовали. И стоит их указывать, не стоит их указывать, если они не приходят на американскую карту, а на европейскую, и я спокойно себе иду в банкомат и снимаю. Вот эти вопросы. Нет, ну, то есть вы спрашиваете, можно ли спрятаться, значит, по закону, независимо от карты, вы должны платить налог. Значит, вы говорите, а можно ли обойти закон, что чревато, если вскроется. Но идея такая, вы сначала платите таксы молдавские, они, видимо, ниже американских налоги, а уже то, что там осталось между молдавскими и американскими, это уже надо доплачивать здесь. То есть, как бы, правило такое, но у вас появится человек, который вашими налогами занимается, он вам скажет, расскажет. Да, 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 то есть я уже понял, что здесь на месте это проще все понять, разобраться, чем сидеть и изобретать велосипед. Да, в этом году у вас вообще налогов нет никаких, потому что у вас сумма маленькая, и вы попадаете в стандарты дедакшн, у вас вообще ничего не положено. Заполнить вы должны, но даже если с вас удержат, сейчас что-то на работе, с вас удержат, то вам потом вернут. Да, вот мне что понравилось, то, что на работе они самостоятельно рассчитывают, ну, минимальные данные надо указать, это брак, сколько у вас людей на содержании и так далее, и они сами рассчитывают, сколько у вас снять, и потом в конце года, если что-то вы указали неправильно или меньше, чем надо, вам часть денег вернут, ну, удобно, в общем, то есть можно тратить то, что есть сейчас, и не волноваться, что что-то еще заплатить надо будет. То есть, скорее всего, не надо будет. А знаете, как бывает, интересно, вот так, живешь-живешь, платишь-платишь, автоматически вычитают, потом пришло 15 апреля, бах, тебе говорят, а ты должен еще 15 тысяч. А за что? Ну, вот, когда ваша жена начнет работать, то с вас будут вычитать, как с одного человека, а с нее, как с другого. А когда ваши доходы сложатся, вы перейдете в более высокую шкалу, и набежит еще довольно много денег, которые ни вы не платили, ни она. Поэтому люди, когда заполняют все эти формы, там есть такое место, где спрашивают, хочешь там дополнительно, чтобы с тебя брали сколько-то долларов, напиши, там, каждый раз, там 200 долларов, с вас будут брать 200 долларов в месяц, просто чтобы потом, вот, как бы, не получилось, что вы должны кучить денег. То есть, это тоже так. Ну, господи, не спешите. Ну да, когда придет, тогда... Ну что же, давайте я так думаю. Мы должны внести максимальный вклад в копилку, так сказать, знаний, страждущих будущих эмигрантов. Поэтому, что мы еще дать вот им? Ну, кроме неожиданных трат, вот, в районе, в сумме 300 долларов, больше не было? Здесь на месте очень тяжело искать Airbnb-квартиру. Это тоже сразу скажу, потому что вполне возможно, что придется. Потому что, когда вы хотите снять какую-то квартиру, не факт, что она сейчас свободна, возможно, она освободится через какое-то время. А у вас уже заканчивается срок вашей предыдущей квартиры в Airbnb, и вы не можете продлить. И вам надо будет искать какую-то попутную квартиру. Это довольно-таки тяжело. Я бы посоветовал бы заранее снять себе квартиру на месяца-полтора, на месяц, ну, минимум. Ну, лучше даже на полтора месяца, чтобы жить себе спокойно и не переживать. То есть, ну, это мой совет. Конкретно касающийся Лос-Анджелеса, где-нибудь поближе, там, в центральной части, чтобы был легкий доступ везде, ко всем районам города, чтобы было удобно подъехать на счет работы. Это очень удобно, да? Это первый момент. Второй момент. Подумайте заранее, как вы будете с аэропорта добираться до своего места проживания, потому что там сразу же вас будут постерегать всякие разные ребята, которые загонят вам цену чуть-чуть подороже. Ну, то есть, так, сходу, чтобы вас отвезти. Не городское такси, а вот, как у нас в Москве, да? Там, ты выходишь, тебе сразу такси, такси, такси. Вот здесь то же самое примерно. То есть, есть местные ребята. То есть, подумайте сразу, как вы будете добираться до места проживания. Вы как добирались-то? Ой, мы были очень уставшие, и я повелся на такси, такси, такси. Мне не хотелось искать машину. У вас не было и кого-то на Uber? Нет, не было. То есть, у меня не было номера телефона американского, я только прилетел. Не было аккаунта. Понял. Да, да, то есть, я заплатил ту цену, которую сказали. И, если честно говоря, мы летели очень долго, и с двумя пересадками. Мы в Москве 8 часов ждали, потом мы летели сюда. Я уже такой уставший был, что я готов был заплатить любую цену, лишь бы уже домой приехать или лететь спать. Сколько получилось? 75 долларов я заплатил. Ну, по-божески, что-то такое. Да, это не прям так много. Второй момент, если вы едете с животным, ну, бывает такое, что люди с животными, готовьтесь платить везде за животное. То есть, вас везде примут, да, то есть, проблем нет найти жилье, это не вопрос все. Но готовьтесь к тому, что надо будет везде доплачивать. То есть, чуть-чуть, но надо будет везде. И второй момент, когда вы ищете... Да-да. Когда вы ищете квартиру в том же Airbnb, даже если у людей написано, что они не принимают с животными, пишите им в личку, скажите, что у вас есть животное, что оно хорошее, ничего не испортит, вас примут с животными, не переживайте. То есть, это такой маленький моментик, который может быть приятный. Вот мы так нашли квартиру, там было написано, нельзя с животными, мы написали хозяину, он очень добродушный оказался, вот без проблем, заходите, главное, уберите, чтобы все было хорошо, и приходите с котом с вашим. Вот, и мы заехали. Давайте вот ее прокомментируем, может быть, немножко, чтобы тоже в копилку знаний. Если человек ищет дешевое жилье, я, честно говоря, не припомню, чтобы кто-то вот так, как выехал, и брал жилье подороже, в хорошем месте, и там за студию платил бы две с лишним тысячи, я такого не помню за много лет. Может, они как-то на нас не натыкались, эти люди. А в основном ищут дешевенькое. Когда вы ищете дешевенькое, то вас не пустят ни с кошкой, ни с собакой, ни с дополнительные деньги, ни без них, потому что у них желающих сколько хочешь. И что происходит, когда жилье дорогое, вот когда комплексы дорогие, вы сразу увидите, что они говорят, собака нет проблем, кошка да нет проблем. И все, что с вас берут, с вас берут какой-то вот такой, может быть, там дополнительный депозит за чистку потом. Ну, там карпет почистить или что-то такое. Запад какой-то там побрызгать и так далее. Поэтому разговор такой, что с животным, пожалуйста, тебя все возьмут. Нет. Тебя возьмут все, где дорого стоит. А там, где стоит недорого, там практически очень и очень сложно. А зачем им, когда желающих полно, и без этих кошек? Понимаете? Тут как бы специфика съема жилья подороже и жилья подешевле, она кардинально другая. Если вы ходите с Джо Поффером и приходите в недорогой комплекс и говорите, вот у меня Джо Поффер, там, я не знаю, насколько там, ну, пусть будет там 100 тысяч. Вот. И туда-сюда. Они с вас не будут брать 50 долларов. Они с вас, ну, правда, они вот это мгновенно все бум-бум-бум, раз-два, и на следующий день говорят, заезжай, и все. Поэтому у меня вот ребята приезжают, когда вот Маунтин Ю, здесь вот где мы, школа наша находится, с Маунтин Ю, они приезжают, я им от школы письмо даю, и они идут, ну, вот как бы, без кредитной истории. Вот письмо заменяют в кредитную историю. Вот они идут, с них берут типичное наше, вот типичное. Ничего нет, ни кредитной истории, вообще почти ничего нет. Вот там паспорт какой-нибудь, российский, украинский, письмо мое. 500 долларов в депозит и заезжай. То есть, они, конечно, проверяют, чтобы не было проблем с кредитной историей, хотя понятно, что их нет. Но, просто я к чему говорю, дешевенький, да, вот без этих всех дел. Когда дорогой, когда есть вероятность, что вы можете испортить что-то дорогое, они совершенно по-другому к вам относятся. Когда есть вероятность, что вы можете не заплатить, а это же дорогая вещь, понимаете, то есть, они берут чека, который может заплатить, а может не заплатить, вас потом выселять. Еще хорошо детей нет, с детьми, знаете, как тяжело выселять? В Калифорнии особенно. Поэтому, это как бы немножко от ценового диапазона очень-очень сильно зависит. Потому что я понял, почему у вас история такая, как бы из другой страны. Вы снимаете дорогое, достаточно дорогое жилье, а как бы иммигрантская такая тенденция, она день зажаться, денег мало, что-нибудь такой раз там, вот и вот, спрятаться, где подешевле. Еще говорят, что у нас дорого. Вот у нас за 2000 можно снять ванн-бэдром. Так себе, но реально пешком тут можно довольно неплохо проходиться или на автобус сесть, поездить и так далее. Просто у вас такая специфическая ситуация. Опять же, я знаю тоже очень много людей, они берут там с собой 30 тысяч, 20 тысяч, экономят, стараются поменьше тратить, найти квартиру подешевле в плохом районе. Ну, не в плохом районе, но в районе попроще где-нибудь, да, там и так далее. Но я ехал, понимая точно, что я найду работу. То есть я бил в точную, потому что я проверил, я увидел, что фидбэк есть уже там даже, я проверил, что фидбэк есть, если там уже был он, то я знал, что я приеду сюда и да, я здесь еще сидел, учил. То есть я сидел по ночам, учил, готовился, потому что первый телефон интервью я все завалил. и я сидел, учил ту информацию, которую я не спрашивал, потому что я не ожидал, что меня начнут это спрашивать, да, я готовился к этому всему делу. Но я четко понимал, что если я не найду на ту позицию, на которую я хочу, я пойду на ниже уровня, я пойду на джуниор, но я найду эту позицию, то есть свою позицию я возьму. И поэтому, исходя из этого, я четко уже принимал решение по поводу, как мне тратить деньги, на что их тратить, и как идти, да, то есть я поставил ставку, все там, на черное, да, и шоу. Классическая схема, классическая, разные люди, разный опыт, разный, все разное, ну, в принципе, классическая такая логика, эмигрантская, такая, значит, вы можете там жить в квартире получше, вам не безразлично, где вы живете, какие условия, есть ли там бассейн, джинн, там, и все таки, но, есть другая логика, которая говорит, я не буду с первого дня жить, вот, в таком хорошем комплексе, может быть, я вообще никогда не буду жить в хорошем комплексе, я лучше за год отложу 10 тысяч долларов, и это примерно то, что кешем, понимаете, 10 тысяч вы же отдаете уже кешем, после налогов, вот, чтобы эти 10 тысяч отдать, надо было там, может быть, 15 тысяч заработать, так вот, вот эти 10 тысяч долларов, может быть, там еще год, еще 10, и, может быть, там еще где-то там, как-то, вот, жена пойдет работать помелочно, а через два года пойдете, купите квартирку, таунхаус, там, может быть, домик, там, еще что-то, зарплата уже побольше будет, и так далее, я знал людей, ну, из нашей эмиграции, из нашей волны, которые, скажем, два инженера, муж и жена, очень прилично зарабатывали, они жили, мне страшно было смотреть, вот, как они жили, ну, то есть, они снимали какую-то квартирку, и там, вот эти, с улицы заходишь, прям, валиваешься, эту квартирку, она не была трущобой, но, ну, у них не было мебели, они мебель вся, где-то там брали, там, донейшн какие-то давали, они сказали себе, мы должны, как можно скорее, купить дом, и вот два человека, и, и вот они купили этот дом, он стоил тогда, там, 400 тысяч, сейчас он стоит, миллион от вас, небольшим, есть приоритеты, американцы вообще живут, вот сколько денег есть, он себе потратил, еще на кредитные карты взял, и еще должен остался, и, так тоже можно, но, просто я к чему говорю, что, вот, я, я, как бы, с той стороны, да, вот, со стороны нищенской эмиграции, такой, когда люди приезжали, языка не было, профессии ходовой не было, они там, потихонечку, как-то устраивались, росли, там, учились, начинали зарабатывать, больше зарабатывать, и у них были какие-то цели, они говорят, хочу дом, хочу там дом, скажем, в таком городе, там школы хорошие, школы хорошие, но вам не надо сейчас, то вообще, в принципе, если уже дом покупать, то надо, чтобы школы были хорошие, и, как бы, целая система приоритетов, в которых люди, просто не позволят себе тратить столько денег, они, даже если заработали, они все равно, они их отложат, или что-то там, еще что-то с ними сделают, да, как бы, ну, люди разные, это, во-первых, мировоззрение разное, то есть, это не то, что я там, мы заехали в этот комплекс, для того, чтобы там сидеть, выпендриваться, или что-то еще в таком роде, нет, я получаю моральное удовольствие и стремление идти дальше, находясь в таких условиях, то есть, это для меня некая мотивация идти вперед, да, вот я сейчас устроился на работу, в следующем году я буду оплавиться на более высокую позицию внутри этой компании, то есть, я буду идти дальше, да, и идти вперед, для меня это некий стимул, который... а где у него вперед, какая следующая станция, следующая станция, следующая, вы говорите, я буду подаваться на более высокую позицию, ну, хорошо, а дальше что, а зачем более высокая, а зачем еще более, ну, кроме внутреннего, там, удовлетворения и так далее, ну, а еще что-то есть, ну, вот, допустим, в какой-то момент, там, у людей, диеты появляются, там уже как-то гнездо какое-то, там, ну, можно снять еще лучше квартиру, можно снять шикарную, но уже, ту-бедрум, там, можно снять с видом, там, я не знаю, на что-нибудь, но вопрос, Гёмль, ну, ну, вот, к чему? Не, ну, конечно, конечно же, хочется иметь свой дом красивый, конечно же, хочется, и есть цель к этому прийти, но, к этому можно прийти по-разному, можно прийти экономя и накапливая, да, можно прийти, в своих стремлениях к росту, да, то есть вырасти настолько значительно, к тому, что тебе не придется сильно долго там накапливать и так далее, это возможно, да, то есть, можно пройти этот путь и дойти до хорошей позиции, хорошей работы, с учетом того, что даже сделать что-то свое, сделать какой-то свой проект, на чем-то своим работать и в дальнейшем уже приобрести. Я слушал вот про это там, не накапливать там и вспомнил, как вы хотели подождать, чтобы лучше интерес получить на автомобиле и, может быть, сэкономить там 100 долларов на следующий момент. А просто потому, что мне не нужен, просто потому, что мне не горит автомобиль прямо сейчас, поэтому к автомобилю такое отношение, да, то есть мне он не нужен завтра, чтобы поехать куда-то, да, то есть мне он не горит. Я сейчас сфокусирован на работе и большую часть уделяю ей, учу навыки, которые требуются на работе, которых мне не хватает, да, для того, чтобы что-то, ну, лучше делать свою работу. Не сейчас автомобиль, чтобы кататься по вечерам, по выходным, я выходные прожил за тем, что я учу, да. Подождите, а супруга не говорит, пошли в кино, пошли гулять, пошли на океан, как она требует, но мы сходимся на неком общем знаменателе, мы ходили из кино. Кстати, вот как прошу заметить, картинка в кинотеатре, ну, это просто, вау, я просто был в шоке, настолько красивая картинка, настолько хороший звук, значительно лучше, чем то, что у нас в Молдове есть. У нас в Молдове кинотеатре, ну, даже рядом не стоит с тем, что мы здесь были. Опять же, кино, кафешки, да, то есть то, что есть у нас здесь вокруг, не очень далеко, мы ходим, смотрим, мы были на пляже Санта-Моники, купались уже в океане, он тоже очень. Прохладненько, но покупаться так, чуть-чуть можно, чуть-чуть. 18-20, что-то. Да, что-то типа того. Ну, забежать, выбежать можно, то есть как бы так, охладиться, скажем так. У нас в Молдове не забежишь, чтобы окалели. Ну, у вас мы приехали, вышли, окалели, ушли, поэтому, как бы, у вас понятное дело. Вот. А в плане того, что стратегии там, по поводу будущего, покупки дома и так далее, тут разные есть вещи. Каждый может, этот путь для всех он разный будет. Каждый выбирает. Но мы на самом деле только приехали, поэтому вам надо немножко отмокнуть до новой мести там. Живите всем в свое удовольствие. Вот, вот я об этом же хочу, хочется немножко насладиться-то процессом, почувствовать, так скажем, смакануть. Вес не набрали тут первое время-то? Ну, получилось так. Я перед тем, как уезжать, скинул, когда приехал, набрал, да тут невозможно не набрать, тут рай, для совкоежек. Можно с ума сойти. Ужас, конечно. Ты заходишь, пончик такой, это такое, мороженое такое. Мороженое, этого мороженого, ну, можно с ума сойти. Там тысячи видов этого мороженого, тысячи видов этих пончиков. Кофе, кофе такое, кофе такое, холодное, горячее, с карамелью, без карамели, с лавандой, я не знаю с чем. Ну, это просто, ну, это шедеврально. Это вот прям, вот, прям вот, я не знаю, как так жить-то. Хлеб такой, хлеб сякой, хлеб с орешками, без орешков, с орешками, которые какими-то этим. Я купил случайно мед. Вот это, это просто надо вслушаться. Я беру, смотрю мед, ну, ну, беру мед, спокойно, иду домой, ставлю ложку меда в чай, пробую чай, а он острый. Это острый мед, пикантный острый мед. Он не сладкий, он острый. Но любители. Я, я не ожидал. Я просто сума, я уже в следующий раз, когда иду в магазин, я читаю, что это замерз. Тут такие продукты есть, которые, ну, я не знаю, не в сказке сказать, не описать вообще. Очень... В розыгрызкие магазины не заходили? Сегодня был первый раз. Расскажите, что там, какие впечатления? Ну, есть вещи, которые понравились, а есть вещи, которые не понравились. Во-первых, как продукты хранят, мне очень понравилось, да, то есть, как бы, ну, как-то вот, вот, ну, как-то, не знаю, нормально, не нормально. Я купил там только соду, докторскую колбасу купил. Не понял, соду? Соду. Обычную соду, пищевую соду. Попыт, соду мы читали? Нет, нет, там, я не знаю, ну, это уже надо спросить, она там читала. Что ты с ней делаешь? Соду? И докторскую колбасу. Вареную? Да. А черный хлеб, а огурцы, соленые там? не покупал. Мы еще экспериментируем с буржуазными, с буржуазными продуктами. Мы еще не дошли до той кондитерии. А, ну вы, вы Молдовы, вам какой-нибудь надо, там, брынзу, да, 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 да. Как это, кукуруза, как это лепешка называется? Мамалыга. Да, 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 да. Ну, я же говорю, мы же еще экспериментируем с местными продовольствиями. Тут можно экспериментировать вот кучу времени. Делали вот борщ, делали перцы фаршированные, из местных продуктов. А гречку-то вы не купили? А гречка в Cool Foods есть. Но там другая она. Да, она другая, немножко ничего, так очень даже идет овсянка, там тоже есть, то есть там сметана тоже есть. Жареную гречку обычно покупают в русских магазинах, а американская, и вы просто надо по-другому немножко готовить. То есть она хорошая, а просто немножко по-другому. Да, да, да. Вот сметана есть тоже мы покупали, не помню, не покупали, но очень вкусная, очень вкусная. Прям ее пробуешь, ну прям тает. В мексиканские магазины не заходили? Нет. Вот если о сметане речь идет, вообще о молочных продуктах, вам надо обязательно в какой-нибудь большой мексиканский магазин зайти. И там сметаны сортов 10, просто невозможно выйти тут, потому что хочется каждый. Там ее пробовать дает. Ой. Мы шесть дней, шесть дней жили возле Корея Тауна, прям на границе, были там в магазине в одном. Заходим туда, там, во-первых, запах стоит такой рыбий, прям жесткий запах. Ты заходишь там, осьминоги, улитки, все, что хочешь, какая-то там вот такая штука вся. Какая-то волосатая плавает, не знаю, всякая разная. Ну прям жуть берет. Мы там походили-походили, взяли, короче, 5 картошек и пошли. Вон больше ничего не смогли выбрать. Там всякая жуть одна только продается, они ее еще едят. У нас рыба хорошая, продается обычно у китайцев. У них большой-большой выбор, цены смехотворные. И мясо тоже, кстати, у китайцев очень неплохо. И кстати, в мексиканских магазинах тоже мясо хорошее, цены хорошие. Насчет рыбы я не помню, а вот мясо у них очень хорошее. Очень тяжело. Мы пару раз были в кафе, ну там, допустим, мы шли в какой-то комплекс торговый, там что-то там купить. Кстати, в плане одежды тут, конечно, раздолье. Одеться можно с ног до головы, очень дешево. Ну, то есть одежда вообще, прям по сравнению с молдавскими ценами, раз в пять, может быть, что-то дешевле. А вы сейчас еще переживете все эти, ну там, черная пятница прошла, но вы переживете все эти распродажи, которые будут сначала перед Крисмосом, потом сейчас Сэнксгивинг, да, потом Крисмос. Самые распродажи после Крисмоса, когда уже люди истратились, когда уже на кредитных картах долги, когда уже сил нет ничего покупать. И вот в этот момент еще большая распродажа. То есть жить не хочется. То есть и вот там, возле этих мест, там были всякие разные кафешки, мы туда тоже ходили. Первое, очень тяжело выбирать еду, потому что ты в это меню, оно для тебя как по-китайскому. Ни фига непонятно, потому что с учетом знания английского там сидеть. Время, правильно. Время требуется, да, не сразу. Не сразу, да. И когда ты что-то выбираешь и не знаешь что, оно может быть жирно. Ну, в общем, прям, опыт в кафе пока месть не очень. Пока очень тяжело выбрать еду. Единственное, где был хороший опыт, это в кафе, где чизкейки. Вот там вот кафе есть, только с чизкейками. Ой, ну, прям, ну, нельзя. Так это вот, прям, вот, надо здесь держать. Уже 27 лет вот на днях было. И тут пошли, значит, в японский ресторан. И там, я вроде, ну, я знаю вот этот мисо суп, что ли, не знаю. Я заказываю себе мисо суп. И приходит нечто, его есть нельзя. Я там две ложки хлебнул и оставил. Понимаешь, хотя, вроде, это же японская кухня, вроде уже мы там уже, там, 20 с лишним лет, там, как бы, довольно регулярно. И все, и ты приходишь в неизвестное место, тебе первый раз. И там вот этим словом что-то названо, а это то, что они вот эти слова в другом месте другой смысл выдают. И в итоге ты просто, и все. То есть, да, это процесс такой непрерывный. Очень неплохая кулинария внутри многих магазинов. Вот там, допустим, магазин продает продукты, у него есть какая-то своя кулинария. Она, как бы, бывает очень неплохо, очень даже после. Ну, в зависимости, конечно, чтобы убирать, там, мы недавно брали картошку, убирали, взяли, первый раз взяли эти шеримпы, как они, креветки, креветки, креветки взяли. Да, вообще шеримпы хорошо, да. Очень хорошо мы сделали салатик с картошкой, очень, вот прям вот божественно зашли. Вот туда было вкусно. А вот шеримп-коктейль вам доставался вот так, берешь этого шеримпа и так вот в такой остренький томатный соус? Ну, такой. Нет, нет. Я обычно, когда вхожу в такие места, вот там, особенно мухеты японские, вот я так набираю там себе этих шеримпов и там очень здорово. Вкусные йогурты еще, вот йогурты всякие разные есть, очень вкусные. Их тут делают по-разному, там, со всякими печеньками, с фруктами, очень вкусно получается, вкусные фрукты. А нам все время люди говорят, что вот вкусные йогурты в Европе. Вот совсем не то, что американцы, вот в Европе, вот там вкусные. Ну, мы были в Европе много раз, но нормальные йогурты, я бы не сказал. Ты забываешь, нельзя же помнить вкус йогурта в 10-летней давности. То есть, многие спрашивают, сколько тратишь в месяц на еду, вот тоже важный вопрос. Хороший, хороший вопрос. У нас выходит в среднем в месяц от 600 до 800 долларов на двоих на еду. Он где-то вот в таком вот роде. Это значит, что вы неплохо питаетесь, вот я вам скажу, так это сумма такая достойная. Послушайте, а вот спрашивают, а у вас есть какой-нибудь блог, там, например, где вас спрашивают, там, вот те, кто вас смотрит? Блог есть? Нет, я не делаю. И давайте сделаем следующим образом. Вот вы можете поставить это видео, если люди в комментариях активно, вот те, кто хотят, пускай напишут, вот хотим, и тогда я сделаю. Я просто не знаю, что там рассказать. Эти все вопросы, они… Ой, вам вопросы начнут задавать. Вы что, все, что нужно блогеру делать, просто отвечать на вопросы. Вы не делите вопросы на дурацкие или там не дурацкие, все вопросы очень хорошие. Если даже вам кажется странным, все, что от вас требуется, это сказать себе, что бы хотелось рассказать вот об этом или вокруг этого, или связанное с этим. Совершенно не обязательно отвечать на вопрос прямо вот так. Но он касается какой-то темы, вот какой-то странный вопрос касается какой-то темы. А эту тему там можно всю жизнь рассказывать. Поэтому это у них нет. Вот еще что спрашивали, вспомнил, хватит ли сто тысяч на двоих, чтоб прожить. Хватит. То есть сто тысяч хватит, чтоб на двоих, чтоб прожить. Спрашивали. Есть проблемы со сто тысячами. Проблема вот какая. Человек приезжает, и у него сто тысяч, ну там, кто его не приезжает, и у них ощущение, что у них деньги есть. И они начинают их тратить. Они говорят, вот там, да ладно, что деньги есть там. Это купили, там купили, здесь купили, там еще что-то купили. И вдруг проходит, ну буквально ничего. И нету сто тысяч. То есть я знаю людей, которые сто тысяч за полтора года, у них не осталось ни копейки. Вот я таких знаю. А при том, что вроде не то, чтоб они там шиковали как-то, или там что-то. Ну так, там, 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 раз, несколько тысяч. Не, ну я имею в виду, когда зарплаты сто тысяч хватит. Не с собой привезти, а зарплаты имею в виду. А, зарплаты сто тысяч. Зарплаты, да. Не с собой, это понятно, что можно с ума сойти тут и растратить все деньги, и это легко. Здесь деньги тратятся очень. Зарплаты сто тысяч, так, минус налоги. Остается, допустим, там, ну пусть семьдесят. Остается семьдесят тысяч. Если тратить, как вы, по две двести на квартиру, то, значит, из семидесяти тысяч, соответственно, уже там, двадцать пять уже ушли. Вот. Но, даже, да, и плюс там, ну допустим, там, пусть тысячи на еду. Двадцать пять плюс там двенадцать, тридцать семь. Плюс еще там, я не знаю, ну мало ничего, ну там, не знаю, сорок пять. Ну так все-таки еще пятнадцать осталось. Питер, сколько там, да? Двадцать пять? Нет, больше, больше. Слушай, еще две тысячи в месяц осталось. Ты можешь одеваться на эти деньги, ты можешь путешествовать немножко, ты можешь там, ну все что угодно можешь. Шмотки практически не стоят ничего, вот то, как вы сказали. Но, опять, если вам только вот, я не знаю, там, из Нейман Маркуса, и так, чтобы без сейла обязательно, то, конечно, можно много потратить на шмотки, но вообще шмотки не стоят. Просто бросово. Ну, не любая, но приличная фирма. Если вы знаете, куда пойти и когда пойти, вы почти за даром все это берете. Поэтому сто тысяч – это большие деньги. Ну, я вот, например, мы первый раз вот поехали, здесь есть центр, называется Мэйсис, и в нем я купил майку Гельвин и Кляйн, вот этот вот типа бренд, всего лишь за пятнадцать долларов. То есть он у нас бешеное денег. А есть его поедение куда-нибудь на распродажу, а там еще будет какой-нибудь ликвидационный рэк. Я помню, приезжала женщина с форума «Говорим про Эвс», и мы пошли с ней там по магазинам. Это было лет, не знаю, десять назад. Я даже видео там снимал. И вот у нас есть такой Great Mall of America, такой большой, и там такой аутлет компании Nike. А у нее мужик крупный, там 3X такой большой, и она в этой Nike, значит, набрела на рек, где просто уже там уходит ну вот за даром все. И там какие-то майки, она стоит, накидывает на руку, и причитает, и причитает, боже, джжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Она говорит 5 долларов мае стоит, думаю, а она говорит –щён-記得? Она говорит – ты не понимаешь? Это мае стоит в Москве стоить $100 doll. Я говорю – вот эта, сто долларов за что? За майку. Товон галочка к стоите все. Она – ты не понимаешь, она решила Doncar Excellent about $100 И она, по пятерке, нормально на руку, на руку То есть, есть места, где, ну, не за бесплатно, но, по смешным ценам. У неё магазинная цена, там,ная была, перед этим чуть там не 30,-32, что-то такое. То есть есть такие места, где просто уже отдают какие-то мешки. Да, просто нужно находить такие места. Я согласен полностью. Здесь очень много дорогих мест. Вот Rodeo Drive, который у Беверли-Хиллз. Там просто чума. Идешь, там даже такие цены. Вообще жутят наперед. Но там очень красиво. Смотреть можно. Пару слов. Про супругу давайте пару слов. У нее есть какой-то культурный шок? Или она от чего-то в восторге? Или вообще вот как она? Ну, я так поделюсь за нее. Надеюсь, она серчать сильно не будет. Мы ей не расскажем. Давайте. Ну, наверное, один из самых культурных шоков, который был, это по поводу одежды. То, в чем ходят тут. И то, что здесь продается. В том плане, что в СНГ так не одеваются. Ну, я что имею в виду? Ну, конечно, дорогая брендовая одежда, да, она красивая. А вот одежда, которая продается в обычных магазинах, ну, ей вообще не нравится. То есть она говорит, что это, как бы, ну, вообще не очень. И в том, как... Ну, не все, опять же, но большинство женщин как одеваются, как в чем ходят. Ну, не нравится. Вот это ее такое мнение было. Но сейчас, в эпоху интернета, можно все онлайн заказать. Поэтому она, как бы, что в Молдове заказывала через интернет на одном европейском сайте, что сейчас, то есть, как бы, все одинаково. Второй момент, что есть часть магазинов брендовых, которые, как бы, значительно, опять же, дешевле, чем в Москве, чем у нас. Прям вот ты идешь, смотришь, значительно дешевле. По поводу еды, она также удивлена, как и я. По поводу возможностей. Вот в плане ее она хочет заниматься рекламой. Мы, как только сюда приехали, ей сразу же в Инстаграм прислали парнишку предложений порекламировать разные товары. И вот она сейчас скоро этим занимается. Я не понял. Ей прислали из Молдовы или откуда прислали? Нет, нет, нет. Отсюда, с Нью-Йорка. С Нью-Йорка прислали приглашение порекламировать парочку товаров. Но ей прислали лично? То есть ее кто-то там знал? Или это такая вот циркулярная такой имейл, там идет на миллионы людей? Нет, нет, нет. Это Инстаграм. У нее есть свой Инстаграм, который она ведет. Она выкладывает там фотографии. Вот она им занимается платформа. Ты когда приезжаешь сюда, ты начинаешь делать фотографии в Лос-Анджелесе, всегда в Лос-Анджелесе и так далее. И тебя по меткам, по геоданам, твои фотографии люди находят, они видят, да? И кто-то там, я не знаю, они занимаются косметикой и разными такими вещами, нашли ее и сделали соответствующее предложение по поводу рекламировать товары. Инстаграм-то на русском языке? А у Инстаграма нет языка, он же там фотографии. Там комментарии пишут. Ну, разные люди пишут. У русских, я думаю, что у нее языки меньше. Окей, хорошо. То есть у нее некий Инстаграм и какие-то американские люди, да? Не русские. Да, фирмы, компании. Компания предложила что-то рекламировать в Инстаграме или где? Да, прямо в Инстаграме. Ну, там задача очень простая. Ты прямо фотографии выкладываешь с товаром, да? То есть с косметикой. Да. Ну, и все. Они потом эту фотографию и к себе в журнал ставят, и вот у тебя в Инстаграме она. То есть больше всего они как бы к себе в журнал хотят поставить эти фотографии. Ну, да. Это не то же какая-то профессиональная работа или она к чему-то ведет. Но она хотела заниматься рекламой. То есть реклама, она вот в эту сторону будет думать чем-то заняться. Она будет вести свой блог, будет вести свой Инстаграм дальше и будет видеть вот в эту сторону. А блог у нее кроме Инстаграма какой? Она будет начинать свой YouTube блог вести еще. Еще не начала, а будет начинать YouTube блог. То есть у нее свой, а у вас, если люди будут писать свой? Ну, у нее больше такой девчачий, по женским всяким разным штучкам. Я не знаю, как это все делать. А, да, если ребята захотят что-то. Я просто не знаю, что рассказывать. То есть если ребята захотят рассказать что-то, я без проблем расскажу. Ну, какой-то конкретики хотелось бы не просто там сколько товаров в магазине стоит. Сколько товаров в магазине стоит? Вот пол YouTube рассказываю, сколько товаров в магазине стоит. То есть конкретно что вы хотите? А я когда-то, когда начинал, и мне этот блог, мне хотелось показать магазины. Я специально ходил по каким-то магазинам, а это было там лет пять назад. И они гоняли в то время, в общем, далеко не всюду на вас смотрели сквозь пальцы. Потому что доброжелательно нигде не смотрели. А где-то так подходили, говорят, товарищи, у нас нельзя. И вот я снимал, и мне было самому интересно. Вот пошел там куда-то, и там какая-то плаза смоешь какие-то. То есть мне было интересно показывать там какой-то шоппинг. Я не знаю. Наверное, прошло время, и это уже перестало быть интересно. Сейчас все блогеры это показывают, правда. Тут, давайте я расскажу, что я могу рассказать. Я могу рассказать более подробно то, что я рассказал вам здесь. Но это есть еще и у Андрея на канале, он скоро это выложит. Мы пока к вам ехали шесть часов туда и шесть часов обратно. Нам нечего было заняться. Мы все это время разговаривали и все записали. Поэтому, если кому-то будет интересно слушать очень долго и нудно наши рассказы, они смогут у Андрея посмотреть на канале. Многие ваши подписчики знают, кто это. Семья Васильева. Да, да, да. Потом я веду свой проект. И если ему кому-то интересно, как сделать свой стартап. И я через какое-то время планирую брать инвестиции на него в Кремниевой долине. То есть, если кому-то это тоже интересно, пускай пишут. Я могу поделиться своими навыками, как это делается и как начинать свой стартап. То есть, это я могу рассказать. Но я не верю. Это очень узкая ниша, которая далеко не всем может быть интересна. Это для малой аудитории очень, да. Да, да. А рассказывать жизнь про Лос-Анджелес? Ну, я же не хожу целыми днями, не гуляя по Лос-Анджелесу, чтобы про него рассказывать. Ну, обычно это делают для себя больше. То есть, если вам хочется для себя делать какой-то блог, что-то рассказывать. У вас появляются какие-то знакомые. У вас появляется уже какая-то потребность с ними поделиться. У вас появляется ответственность, потому что вы знаете, что они ждут. Вы себя не загоняйте, вот как я, когда по два-три видео в день. А так, может быть, раз в две недели. Ну, нормально так, чтобы не обременительно было. Не, ну, если ребятам будет интересно, пускай пишут в комментариях, конечно. В этом случае, если там не человек напишет неинтересно, имеет смысл, конечно, этим заниматься. А в противном случае, тратить время на то, что никому не интересно, не имеет смысла. Мне проще с вами записаться, они посмотрят. Тем не менее, видите, у нас с вами очень разный опыт. И поэтому они меня слышали, а тут у вас раз. И надо углубиться, потому что раз, два, три, четыре, пять сразу какие-то вещи возникли. Об этом нигде я не слышал никогда. Поэтому те, кто внимательно следит за чем-то, я скажу, минуточку, это требует какого-то углубленного изучения. И возникнет очень много вопросов. Просто в силу того, что то, что вы рассказываете, заметно отличается от того, что все рассказывают. И еще раз, мое мнение такое, что просто они имеют дело с рынком дешевенького, и там по-другому все. А вы пошли на рынок такого подороже, и там просто иначе все происходит. Иначе люди их проверяют, иначе берут деньги за проверки. Тогда это очень интересно. Никто не сказал, что иммиграция, естественно, она бывает разная. Она бывает сложная, она бывает суперсложная. Кто-то приезжает с большим количеством денег, всех их тратит, а потом остается без денег и идет работать непонятно кем, непонятно куда. Я такие примеры тоже слышал и даже наблюдал за этим. То есть приезжают, были знакомы, они довольно-таки состоятельные, у них был свой бизнес, все продали, приехали сюда, стали дальнобойщиками. Купили себе трак и вдвоем там кататься над дальнобойщиками. То есть смысл такой миграции я не вижу. Я не вижу смысла в миграции, когда у тебя есть любимое дело, которым ты долгое время занимался, как-то совершенствовал свой навык, и ты как-то бросаешь и идешь заниматься чем-то совсем другим, совсем не тем, что ты хочешь. У меня была конкретная цель. Если бы я не нашел и не устроился бы по своей специальности тут, я бы просто уехал и вернулся обратно. Конкретная цель была устроиться по своей специальности и работать в одну точку свою. Миграция – это долгосрочная вещь, долгоиграющая пластиночка. Поэтому есть цели миграции, а есть какие-то задачи промежуточные, которые могут решиться за неделю, а могут решиться за год. Но это неважно, потому что есть долгосрочная цель. То, что вы сейчас говорите, говорит об отсутствии долгосрочных целей. Если я за короткий промежуток времени вот этого не достигну, то на большее мне даже неинтересно разговаривать. Я за этим краткосрочным сейчас вернусь обратно. Может быть, вы потеряете возможность через 5-10-15 лет сделать что-то, чего там вы не сделаете никогда и в принципе невозможно. Все-таки есть же долгосрочная перспектива. У нас у всех есть и краткосрочная, и долгосрочная. Но мы не можем себе позволить за краткосрочной потерять долгосрочную. И тогда мы… То есть оптимизировать на продолжительном участке времени очень важно. Если оптимизировать только на коротком промежутке времени, то ты на продолжительном теряешь, ты никуда не приходишь. То есть эмиграция – это не потому, что вы приехали и сразу что-то получили. Эмиграция – это вы получили возможность выйти на порядок, на два порядка выше в своем развитии и так далее. Через некоторое время. Обычно уходит лет 5-7 на то, чтобы стать тем, кем ты можешь стать в эмиграции. Вот это… Ну да. Да, я полностью согласен. Я просто о чем хочу сказать, что приехать можно по-разному. Снять можно разную квартиру, покупать можно разные продукты, разные машины. Все по-разному. И нет плохо – нет хорошо. Нет такого, что надо делать так или надо делать так. Каждый выбирает сам свой путь, свою жизнь и как он хочет тратить свои деньги и как он хочет жить. Главное, чтобы деньги были. А как тратить? Либо вы сами соображаете, либо приходите, блогеры вам расскажут. У людей может возникнуть очень ошибочное мнение, что вот так легко все дается. Я очень много положил усилий на все. То есть до отъезда, первые 4-5 месяцев до отъезда я очень много всего учил. Много форумов читал. Тот же говорим про ЕС читал. Читал, какие навыки требуются, где и как искать работу, какое должно быть резюме. Готовился к этому всему. Приехав сюда, я понял, что моя подготовка до была не совсем хороша. Потому что, когда я начал здесь телефоны интервью проходить, оказалось, что спрашивают не только это, а еще и 1-й, 5-й, 2-й, 3-й и так далее. Я начал это очень быстро изучать. То есть это не так легко, как может показаться сейчас, что там приехал в квартиру и так далее. Нет, я попутно сидел по ночам и все читал, учил. Днем мы ходили гулять по Беверли-Хилл, смотреть, как там все красиво, классно или по другим хорошим районам. А по ночам я сидел, учил, готовился к интервью. У меня было по несколько интервью в телефонах. Они были очень сложные. То есть мне было тяжело понять, что они от меня хотят и так далее. Но потом ты понимаешь, что есть закономерность. Спрашивают одни и те же вопросы. Ты можешь подготовиться, ты можешь все это заранее подучить. А на работе, вот вы должны понять одну важную вещь, на работе легко. Интервью пройти, устроиться – это самое тяжелое, что есть во всем рабочем процессе. Вот уработать дальше уже легко. То есть вам там дадут и время научиться, и объясняться, и покажут, и вы разберетесь, и все будет нормально. Вот ты интервью брал, главное пройти. А еще важный момент скажу. Во всем Лос-Анджелесе самое плохое место – это аллея звезд. Вот так вот. Есть ничего плохого? Экология плохая или что там? Ой, ну это просто ужас. Вся правда про аллею звезд. Что там такое? Там, во-первых, очень много туристов – это первое. Там не пройти, не протиснуться – это первый момент. Второе – там очень много бездомных людей. И бездомные – это как бы беда Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, насколько я слышал. А беда еще есть в том, что бездомные бывают разные. Это есть и наркоманы, и там прям плохие варианты. И их там очень много. Очень грязно, очень много бездомных, очень много просто людей. Мне лично, вот из всего Лос-Анджелеса, из всего, что я видел, больше всего не понравилась аллея. Конечно, там, где город, там, где туристы, там можно денежку получить. Вы можете сесть на поле, где клубника растет. И кроме того, что вы съедите там несколько ягод этой клубники, там никто же денег не подаст. А когда ходят потоки, и ты сидишь, и там пишут что-нибудь с табличкой «Напишу HTML за еду», и вам что-то такое там дают покушать. Или там нет, тут доллар, там еще что-то. Поэтому они там, конечно, и Сан-Франциско тоже не везде есть. А есть именно там, где туристы, где самое центральное место, там, где потоки. И вот они в этих потоках. Да, да. Еще нужно привыкать к запаху скунса. О чем привыкать? Я бы... В общем, мы как бы тоже по дороге ехали, дискутировали это. Значит, здесь очень обильно курят траву. Очень обильно. И для того, чтобы запах травы полиция не чувствовала, ее маскируют запахом скунса. И тут вывели специальную траву, которая имеет запах скунса. И вот ты такой идешь по улице, кто-то косяк закурил и так завонял скунсом, что прям дышать невозможно. Ну, привыкаешь, привыкаешь. Пол раз, мне кажется, и так скунсом там всюду пахнет, без всякой травы. То есть трава, травой идешь, тут травой пахнуло. А там едешь, обычно это не когда едешь, а когда едешь на машине, скунса раздавят. И вот там какой-то участок дороги там пахнет скунсом. Не, ну тут конкретно... А потом сейчас же можно траву курить и без всякого. То есть сейчас свободное курение, сейчас уже и без скунса можно курить. А они раньше вывели этот сорт травы с этим запахом и сейчас докуривают его. Все, они как выкурить не могут. Ну, это даже надо консультироваться у специалистов. Я про скунсов и про траву ничего не знаю такого. Ладно, давайте мы вот чего... Значит, я думаю, что мы вывалили на народ массу информации. Наверное, мне придется это все порезать на пару частей. Наверное, одну, а потом вторую. И давайте так скажем нашим зрителям, что мы их любим. Мы для них стараемся. Вот тут уже не два, но близко к тому. Поэтому так машем им рукой и говорим пока, ребята. Пока, ребята. И до следующих встреч.